вот я вышел на успех оделся чтобы поехать поработать грузчиком вот обычное состояние дворов обычный автопром меня скрывай всегда взял пропуск дома его хранить чтобы машину не заводить я вчера отказался от заявок из-за того что не завелась машина что холодно то что машина не завелась нет я снял вообще аккумулятор как если их оставить вообще сломается то аккумулятор не он просто на морозе у него у него мощность уменьшается когда он холодный и дома я еще подзаряжал что ты меня снимаешь на что твой блог да нафиг ты чё там знаешь им понравилось те видео где он с тобой делал ты просто необычный такой человек у тебя вещи там необычные чемодан там не все такое интересное да я еще три таких чемодана нашел но они все других размеров они не влазим все а ты где искал их же бывают выкидывать это же раньше у всех такие чемоданы были а их разве удобно открывать там нету его вот что неудобный он он какой был есть большой такой он и остается сумка она из нее вещи вытащил сумка раз маленькая делается а чемодан он так и остается видимо никто больше так не делает как ты поэтому это вызвало такой интерес что эти чемоданы используют еще и лопаты там тепло как это а если она выпадет она там я все время было интересно почему они сделают какие-то такие стекла которые защищают солнце глаза светит как это ладно солнце когда едешь ночью встречные мужчины едут они же глаза светят все даже здесь вот сидишь высоко на газели вроде высоко да а все равно они в глаза светят я не знаю как у этих на низких машинах это очень продуманно там в основном интересный чемодан и вот он проехал это он проехал я сниму рукой вот тут кстати от троллил и не стрелял меня просто по-калифански и морил я в комментариях написали что типа ты ему писали что ты троллишь мужика он понимает и он писал там какой-нибудь написал какой-нибудь озаботченный ему просто это писали его особенно в последних видео ответил типа что он действительно не понимает хотя вот его троллить раз больше вариантов ну что у него там голос такой кушуры каретного а я думал что то только я заметил что там все это заметили а он просто это наверное за то что он совсем не лявый да еще он у него голос такой же быстрый интонация такая же и он постоянно матерится что-то пошучивает вот если бы он в твой дом пришел то бы особенно раньше он бы тоже нашел много чего на чем там потом потроллить то есть там например эти чего стоят только потом холодильники советские старые причем наполненные всяким вообще всякой жести или эти для пчел то были соты улитку ли да или или там это вообще там у тебя раньше какие-то мухомороды там выращивал эксперимент ставил это же вообще просто это это на самом деле твоя индивидуальность уникальность и вот ты как знаешь вот пластические поэты русские 19 века они написали что русские мужики там они уникальные там интересные у них там они с них свой какой-то самобытность есть там один там картиночки с коллекционирует с картинами рисунками второй там мухоморы там выращивает третий там чемоданы наград накапливает нет чемодан ты этот удобный его под сиденье задвигаешь хотел сегодня не заводить машину вообще а потом позвонил ну товарищ которому надо перевозить сюда он не хочет ждать на четвергат эта температура теплеет ты постоянно кому-то помогаешь говорит не а ему ему заказы ему это у него работа он мебель делает а говорит что ему деньги нужны что там кредиты и все там не может ждать не может ждать я пошел заводить аккумулятор поднес станет заводить и в это время мне звонят еще заявка вот вот машина она появилась на краснояр неудобно этот ремень пристегивать неудобно да она очень неудобно надо сделать чудак чтобы она туда не уходила а я вообще вот удивлялся что ты так много тратишь ну что ты купил эту машину и так много на нее потратил еще она неудобная такая бесценно ломается ну как то как а все ломается просто ты больше на ней ну запариваешься чем какой то это как не знаю пожалел наверное уже сколько раз что купил такую то есть купил какую там ну нормальную не знаю ну это газель она же ломается у тебя вот главное на тебя постоянно ломается тебя еще там как то обманывают даже там кстати даже вот в этом видео ну эти вот из техподдержки из техподдержки по газели там он еще что-то там угорал что ты там менял много раз вот эту аудиосистему и там много часов приходилось ждать когда они там заменят и и что ты там когда приезжал тебе приходилось в Красноярске ездить вообще чтобы заменить какую-то деталь по гарантии и они там что обманывали тебя или как то приходилось долго еще ждать радио что ли? ну не только радио вообще какие то другие еще вещи главное чтобы это проблемы успевать решать по мере их поступления чтобы они не накапливались по-моему слишком часто она ломается и слишком плохое отношение у тех у этой фирмы к человеку который купил их машину приехал там чтобы заменить что-то по гарантии вот еще я до сих пор не мгу я уже почти привык ну после Москвы полгода в Москве жил и отвык вот от этих дорог которые постоянно не знаю я не думаю что там ровные дороги там очень ровные дороги по сравнению с этим там вообще вот ты не ну ты хочешь чего-то там трещин нету там нету трещин вообще фактически там даже икарусов по-моему нет икарус икарус это уже я не знаю это икарус он сбил там это в ЦОЯ то есть это настолько старые автобусы что это насколько надо отставать а это в ЦОЯ сбил автобусы? да а разве его не грузовик сбил? нет автобусы икарус сбил его ты представь икарусы тогда были и сейчас они до сих пор в провинциях ездят то есть насколько насколько это у бога по-моему еще пласт-картные поезда вот эти их вообще уже нигде нету только из страны третьего мира остались потому что они дешевле ну они вообще не пригодны почему они пригодны? так мы же платим за проезд в этих пласт-картах есть же выбор ехать в пласт-карте или в купе мы же платим немало денег за это так есть же купе едь в купе но оно дороже оно дороже вот тебе выбор пожалуйста бери билет на купе Так КП тоже не очень. Ну а что ты хочешь? А что лучше КП? Люкс только двухместный. Да вообще ничего хорошего нет. Почему? Я сколько раз ездил. Я же... Люкса вообще нет. Я ни разу не ездил на таких люксах. Ну так... Ну посмотри, как здесь... Кто ездит? Только президенты ездят. Нет, и... Ты посмотри, как здесь потрясется машина. То есть она даже от этого, наверное, быстрее изнашивается. Так это потому, что грузовик трясется больше. Да нет, как бы... А вот в Москве там, ну или вот, да. Там вот вообще не трясется, там ровной дороги, потому что... Смотри, я с тобой себе трясусь. А легковушка будет мягче ездить? Ну не настолько мягче, все равно трясется. Ее ресурсы... То есть я вот до сих пор не могу привыкнуть. То есть я уже наполовину привыкну. Ну скоро опять привыкну, конечно, костюм привыкаешь. Но это вообще ненормально, что ты так трясется. И вот везде, кроме Москвы, вот в России, такие дороги ужасные. А ты... Ну вот все здесь, кто живут, они не замечают это. Там в Москве и просто тротуары там для пешеходов ровные. Вот что я вот все время вот удивлялся. Я в 2014 году и в 2015 ездил. Вот это всегда в первую очередь обращал внимание. Даже руками трогал. Асфальт трогал. Не мог поверить. Ну ты как говоришь, ну вот был я в Москве, ну и что? Ну ничего такого. Ну ничего он там рассказывает. А вот он главный, вот этот мужик, который тебя снимал, он там с другими... Я видел у него там самые популярные видео. С каким-то там его другим другом, Калином или кем-то. Он, главное, по-моему, его там не троллил, ничего не ощутил нормально, безравно разговаривал. Как-то мне это показалось, как... Ну несправедливо, что он с тобой так... Но он типа там... Да я не знаю, у тебя действительно такие необычные там... Вот чемодан, наверное, вот этот никто действительно не использует. Так ты его еще попробуй найти, такой чемодан. Так никто даже и не в голову не не хотел искать. Я его как только увидел, на рынке продают там какие-то, знаешь... Ну, всякие эти... Алкаши приносят вот эти вот из дома инструменты всякие вот эти пропивают. На рынок приносят, отдают там. Там сидят такие люди, которые торгуют от этих, от алкашей забираются. Ну, вещи бытовые всякие. Все подряд. Напильник там, отвертку, пассатижу. На свалке что ли или где? Почему? На рынке, на базаре. А? Я просто ни разу такой... Алкаши пропивают вещи. У себя, у друзей своих берут. И судно базар, говорят, вот возьми, там, недорого. Тот у них берет, а потом сидит, продает. Тоже недорого. Вот. У них там чемодан этот лежал с инструментами. Я говорю, о, а чемодан, говорю, сколько этот стоит? Он говорит, ну, как говорит, давай 150 рублей или 200. А, ну, они себе только вот на рынку, да? Я говорю, сейчас я пойду линейкой замерю, подойдет он мне или нет. Ага. Я пошел, взял этот, линейку, померял, он лазит, пошел у него купил. Все, инструмент туда положил, под сиденье заснул. Нормально, удобно. Ну, просто, вот, по-моему, никто так делает, и поэтому его это... Он никогда такого не видел, и поэтому начал, там, угорать над этим. Ну, а что вот он использует вместо вот этого чемодана? Какой-то я... Он там говорил, что там какие-то фирменные импортные ящики покупают. Или что там... Да, он еще там угорал над тем, что ты, типа, до этого ящик из-под фруктов использовал. Да. Ну, а он, это, ломается, он пластмассовый. Его засовываешь, высовываешь, и он, это, трескается. Ну, короче, у меня сломался. Я потом другой засунул, тут сломался. А вот этот нашел, он покрепче. Так, шор. Ты как бы понимаешь, он, там, тебя троллил и снимал это на видео. И, как бы, получается, он тебя в глазах других людей унизил. Так, еще он не унизил. Это у... Ну, таких у каких-то озабоченных... Нет, ну, ему в комментариях там... А он скажет, а что ты так на меня сказал? А он в комментариях, в комментариях ему даже писали, вот. Нет, ну, я... Не, ну, вот он же, это, по своему, там, другу какому-то... Юмор, если не понимает человек. Друг же его, ничего там, он, другу ничего не троллил его. Но он, короче, просто удивился твоим, блядь, и всем. Он же калифан, блядь, он, ничего он не троллил. Так, он же вообще, по-моему, там, на видео уже, на третьем видео, говорил, что не хотел, там, тебя, что ты приходил, ну, ты пришел, поэтому сейчас снимаю. Ну, он, типа, как будто тебя терпит, еле терпит. Ты вообще какую-то хрень несешь. Нет, ну, я просто... Ты извратил, ты извратил. Или эти какие-то там в комментариях кто-то извратил. Ну, хорошо, ладно. Ну и пошел нахуй. Не, ну просто... Просто веселый разговор такой карифанский. Посмеялись, пошутили. Ты, короче, это, ну, ты можешь... И кто-то из этого целую проблему создал. Какой-то... Ты можешь, это, ну, прийти к нему еще там, и... Там, как бы, вообще людям понравилось то, что с тобой снимает. А что я буду, мне нафиг надо, мне что-нибудь... Ну, не дай бог, сломается, что ли? Ну, тебе, ну, тебе не надо. А у тебя что-то постоянно там в машине ломается, что ли? А все ломается. Вот я раньше, когда мы были маленькие, мы ездили на велосипеде, на велосипедах все время. Ну, они у нас все время ломались. И мы всегда смотрели на машины, когда ездят. Ну, машины. И думали, почему машины никогда ломаются? Почему у нас все время что-то ломается? Мы то камеру заклеиваем, то цепь слетает, то там этот, руль что-нибудь не держит. Это потому что были некачественные велосипеды там. Там же делали тогда все для военной промышленности, а для легкой там ничего не могли как-то качественно сделать. Но мы думали, почему машины-то не ломаются? Так машины ломались тоже часто. Потому что мы на них не ездили, мы не знали, что они не ломаются. Не, но если ездить на качественной какой-нибудь машине, которая качественно сделана там для людей, а не для того, чтобы деньги собрать с населения, то она не будет ломаться так часто. Раз в 10 меньше будет ломаться. Я помню, у меня в детстве была камма, и мне легче было ее за собой тащить, просто ногами идти за собой. Какая камма? Вот эта маленькая, что ли? Красная такая камма была. Она была настолько тяжелая, что мне легче было тащить ее за собой, чем на ней ехать. А то есть, обычная камма, что ли, в которой рама такая? Ну, на нее ногу не надо заносить, да? Да, ногу не надо заносить такая камма. Рама обычная, что я не знаю, камма, что ли? Она еще в гараже. Ну, такая же она и тяжелая. Она тяжелая была у нее, прям вот эта вот. Я еще тогда занимался спортом, и поэтому я не был каким-то слабаковым, чтобы камму не было тащить. Там она реально очень тяжелая, ну, из какого-то вот сделана была. И колеса были стрёмные там. Какие-то не надутые, а из чего-то другого сделано. То есть, из какого-то заменителя. А, они не накачивались? Да, они не накачивались что-то. Я помню, мне даже легче было ее вспышать. А у меня тогда ноги были очень сильные. Я тогда занимался там спортом постоянно. Я подтягивался 27 раз. Ну, я тогда еще не занимался спортом, поэтому был сильным там, какие-то носом. И вот, представь, а сейчас вот у меня, допустим, ну, тоже такой стрёмный велосипед появился. Я гудил вот этого давно еще. В 2010 или 2011. Ну, я же тогда на нем... И он до сих пор не сломался. На нем в сад, в сад к себе. Да, и он до сих пор не сломался, потому что это более современный. Так а ты на нем... Он у вас велосипед этот стоит. Это... Простаивает. Почему? Я же на нем ездил там с летом. С лихоном. И нормально. Я тогда на нем в сад к себе ездил. Мне понравилось так быстро. Поехали. Да, вот на... Правда, по дороге на нем опасно ездить. Я, короче... Когда сейчас вот на машине едешь, когда впереди велосипедист едет, его обгоняешь, я вот осознаю это реально, что настолько для велосипеда это опасно, что... Вот так вот, смотри, вот там едет. Думаешь, мне что ли видно? Вот там край. Не видно, его же запросто можно зацепить. Да. Я вижу примерно там плюс-минус полметра вот так вот. И он едет на самом краю. Он вот сам просто можно зацепить. А ночью это вообще... Вообще дороги нихрена не видно. А там нужно какие-то специальные опознавать. Ну, у нас, как бы, понимаешь, еще беспредельщиков. Дороги много. Боишь, мы с тобой ехали после выставки моей на машине назад ночью из Красноярска. И там какие-то эти... Ну, бандиты топались до нас. Не, не помню. Ну, бандиты, короче, нам пытались подставить нас там, ну, подрезать, короче, постоянно. Останавливались прям перед нами вот так, чтобы мы это врезали. Да, ехали, а потом притормазивали. Да, и там две машины были. А, нас сначала обгоняло, а потом... А еще что-то нас смотрели и что-то показывали нам там. Я еще... Ну, тогда... Ну, еще... Я не знаю, я не понял, что это вообще. Ну, это какие-то бандиты были, да. Пф! А может, они... Нет, ну, вряд ли это какие-то люди, которые помощь хотели попросить. Да? Не знаю, я вообще не понял. Ну, что-то нездоровое происходило. А я тебе уже рассказывал, Джей. Или нет? Мошенники на дороге. Ну, это еще летом было. Ты, по-моему, рассказывал на видео вот с этим мужиком, который снимал там про... Это где в Красноярске? Нет, это на трассе. Там дальше. Да. Наверное, такое... Да, они хоть где могут проехать, что-то ездить. Они могут вообще... Да, из-за мошенников, потом и нормальным людям помогать. Да. Потом из-за этих тварей, нормальным людям кто-то не поможет. Кто-то, может быть, иду попадет, а ему побоятся помощь оказать. Ну, да. Так-то люди у нас вроде помогают друг другу. Подожди, это же Сосновоборск? Да, Сосновоборск. А я думал, мы уже проехали... А есть, какая дорога? Ну, сейчас как бы получше стала дорога. Но все равно... В Москве там вообще нету даже вот таких трещин и всяких там... Ну, неровностей визуальных. Даже под Москвой. Ну, расскажи еще раз. А ты как? Вообще, только с такими мошенниками сталкивался на дорогу? Вообще, к чему я в Москве сталкивался с мошенниками еще раньше, когда в отпуске я ехал. Я на вокзале иду на этом... в Казан... с Казанского туда перехожу на тот... на поезд уже иду, домой возвращаюсь с сумками, в обоих руках сумки. Тут не помню, на дружину. И тетка такая, знаешь, не какая-то молодая там шалаболка, а тетка уже солидная, ей уже пора задуматься о вечности там. О вечности. А вот они как раз вот, проставлюсь, не о вечности думают, а всяких мелочах там, а там, что у них там... Ну, короче, уже знаешь, не назовешь ее, что она там, что у нее ветер в голове от молодости, что уже тетка такая. Она такая, здравствуйте, это вот телевидение какое-то назвало себя каким-то каналом там. Говорит, вот посмотрите, вон там камера стоит, пальцем показала там. Там. Мы... Можно вам задать вопрос? Вот мы там... Что-то, какую-то фигню... Сказала, и говорит, вот вы получаете в подарок... Как там, как... Это... От нашей этой... От нашего канала вот этот, вот этот... Кухонный какой-то там... Процессор или что там. Какую-то бытовую технику. Кухонный набор. Какую-то, знаешь, коробка там с бытовой техникой. И мне это... Сует... Сует... Ее... В сумке в такой, в сумке. А у меня уперуки заняты. Ну, я встал, остановился. И она мне сует, говорит, вот возьмите. Это... Ну, я взял, короче. В одной сумке... У меня сумка тяжелая такая. Во второй полегче такая. Ну, там. Что такое? И я во вторую руку обе сумки вместе с ее взял. То есть, она тебе в руки дала? Да. И следующая она мне говорит. Ну, вот, тут надо заплатить... Вот, вот. Кошлину. Сколько-то там процентов, короче. А она сказала вначале, что бесплатно. Она стоит, короче, там до хрена. А вам надо сейчас заплатить... Сколько-то там. Она вначале сказала, что это бесплатно, да? Да. Бесплатно. Да, я знаю такое. А потом говорит, надо заплатить налог какой-то там. Да. Я сразу ей назад эту сумку. Она ко мне опять прет. Я такой... Такая злость, знаешь, закипела. Думаю, вот старая. Не мог ее на пол положить. Старая. Поставить. А? А на пол? Я на пол и поставил. Взял свои. Думаю, вот. Я сразу понял, что она на еду была. Думаю, вот тварь. Так прям закипела все. А тут еще рядом мент был какой-то. А с тобой? Я не знаю. Просто в форме там ходил. Она, главное, не боялась, что полиция рядом. Она тогда еще милиция. И я такой... Ну, я просто на поезд пошел. А мне до поезда уже оставалось времени мало. Вот я с таким сталкивался в Петербурге, когда в прошлом году ездил. Точнее, в позапрошлом году, в 2014. Я там работу искал. И там курьером работа была. Я пришел. Там офис такой, знаешь, как мошенники делают. Они фирма Однодневка. Они там на проходной какой-то там в коридоре офис организуют. И там все так в суматохе делается, все так в Бога. И там паспортные данные взяли. У меня еще была сумка с ноутбуком там со всеми моими дневниками, картинами там, рисунками. Короче, пришлось там оставить. И нам сказали, быстро нужно идти там, короче. Дали нам, ну, этого, проводника. Это, короче, молодой такой парень был в пиджаке, в рубашке. Ну, не в пиджаке, в рубашке, короче. Так солидно одетый. И он такой говорит, сейчас я вам инстуктаж проведу. И он такой начал нам, типа, говорить вот, что вы там через месяц станете там этими менеджерами. Короче, вот все прям как по мошеннике делают. Вот все вот это. И он, короче, стал это нас вести. И там начал так к людям подходить, к прохожим, останавливаться. И говорить, бесплатно для вас вот этот вот мебель. Ну, кухонный набор там, давал им в руки там. Бесплатно, да? Да, бесплатно. И еще вот это там бесплатно сверху. И я его так вот в руки накладывал, как крующий год. И потом говорил, специально у нас сегодня, это специально для вас там скидка. Вот это вот все вместе вы получите за полцены там за, ну, там за 5 тысяч или за сколько там. И я такая, ой, у меня совсем денег нет, надо держать. И отдавал. Но он, правда, там с юмором как-то относился. Что-то и забирал. Короче, он не так вот агрессивный, не так навязчивый. Просто забирал назад и дальше шел. И мы, в общем, ну, я вот как бы по сути своей не могу там человеку, незнакомому, ну, вообще человеку, как бы сказать, что я все, я не хочу, короче, я ухожу там, да. И вот я там был с другим, с пареньком, который, ну, как бы, были учениками, типа. Он был грузином, ему было лет 19. И, в общем, и он тоже, он еще больше, ни более не решался, как бы, ну, сказать, что нам это не подходит, мы там хотели просто курьерами, а не впаривать людям всех кучушку. И мы такие, я такой, ну, давай, говорит, давай, сейчас вот он за угол зайдет, мы просто развернемся и пойдем назад. Я еще беспокоился, что у меня там могли украсить мой пункт, и все, что я оставил. Документы там еще были. И, короче, мы долго не решались, он вот за угол такой заходит. И мы такие, все, и побежали назад. Побежали. И как давай, короче, угорать, ну, я не знаю, какая радость такая на душе стала, что мы от него отделались, типа, что нам не придется весь день там с ним ходить. И, короче, я потом боялся, что там приду, а там не будут отдавать мои вещи. И он еще им сообщит там под симфону, что эти там сбежали. И, в общем, мы пришли, и там, там, причем, мои сумки стояли просто на стуле. Ее кто угодно мог взять, забрать. Никто даже ее не охранял. И, в общем, и повезло, что забрали просто. Я там еще на двери написал, ну, бумажку наклеил, что здесь как бы обманывают. И там еще некоторые люди заходили, я им говорил, что, они спрашивают, скажите, здесь правда ли это? Ну, по-настоящему дают работу, он сказал, нет. И они сказали спасибо, и мы пришли. Короче, и там очень много людей обманывают. В Петербурге вот в 2014 году это просто очень много. И особенность, первая самая особенность вот этих вот фирм, где обманывают, это то, что они грубо тебе ответить могут там. Когда, например, нормальные фирмы, они будут спокойно объяснять, как пройти там до их фирм, да, новичку. Или спокойно объяснять там нюансы работы там. А тут они, короче, нетерпимо, с нетерпимостью грубо отвечают. Типа, вот сами придите, там, знаете. Или там, ну, короче, с грубостью, да. И вот я сразу понял, что вот там, где грубо отвечают, там, короче, вот их фирма для девки, и там вот мошенники, это первый признак, то есть надо сразу отказываться. Но по психологии, как бы такой, ну, рабской психологии, человек, он думает, что если вот ему грубят, то это значит, что это сильный человек, и что надо подчиниться, да, вот как-то там. У меня тоже в начале так было. И не только у меня, у всех. Вот. А в Москве, по-моему, сейчас уже такого нету, прям, настолько. Там, в 2015 году я уже нашел работу в Москве, там, разнорабочую. Стоял прилавок такой по улице, и там семена разложены. И там какой-то институт, подожди, не Владивостокский, а какой-то Хабаровский институт имени Эндельмана какого-то, или Эндельстейна был написан. И там, короче, они вывели семена, гибриды, впервые, короче, в мире. Гибриды, там, короче, скрестили малину с земляникой, ежевику там, с земляникой, с клубникой, короче, вот такие вот гибриды. И там такие фотографии, значит, там нарисованы, например, ягоды вот такие, вот такие крупные, вот такие земляники фиолетового цвета, и красные, и фиолетовые. Фотошопе подрисовали. Желтые. Вообще так сказать. А там как, прям, человек держится, что ли, их? В руке? Я не помню, ну, короче, сделаны хорошо, красиво прям. Потом, малина такая, на которой растут вот такие вот ягоды крупные, земляничные, гибрид малины с земляникой. Вот такие ягоды висят, представляешь? Вот здоровые такие. Да. И разных сортов. Я, короче, купил вот такие семена, и такие, и такие. Они так, значит, торговать и косточку вырастить. А потом домой, когда их привез, я посеял их. Там было написано, как их сеять. Так, что делать? Я посеял. А там выросла какая-то фигня. Сорняки, сорняки. Сорняки. Ага. И вот у них, я тогда думал, вот был бы у меня фотоаппарат, я бы их хотя бы снял бы. Вот так, перед тем, как покупать, сказал, можно я вас сниму, если вы окажетесь, что вы меня наебете. Я потом ваши рожи куда-нибудь вытяну, буду расклеивать везде. В городе, да, просто по улицам. И где-нибудь в журналах какой-нибудь напишу, в газету, там пошлю. Так там прям были люди, которые сами вот это продавали? Или это они оттуда купили? Люди продавали. Так они, знаешь, что дело в том, что они говорили? А мельсинсоны продавали? Нет. Просто тетка какая-то ищу. Какой-то мужик или две тетки, я даже не помню. И они говорили, вот, я в прошлом году у себя в саду посадила. И, говорит, у меня выросли, я уже плоды собирала. Такие, говорит. Там с одного квадратного метра, говорит, в ведро ягод собирала. То есть они врали активно. То есть они не то, что молдса там продавали. Они сказали, а мы не знали, нам дали какие продают. Они врали активно. То есть они знали, они... Гады, короче. Я вот, знаешь, заметил. И я еще так же в Москве у других уже покупал саженцы, малины. Там две девки молодые отдавали. И они тоже там были. Они говорили, что ягоды размером 5 сантиметров. Такие вот, 5 сантиметров малины. Девки эти говорили. А это оказалось просто, я не знаю, где-то вот так накопали. В лесу, может быть, или... Там вообще мелкая вот такая малина выросла, короче. Я его потом выкорчил. В лесу, да. Выбросил. Нет, чтобы хотя бы обычную малину подсунуть. Да. То есть они вообще, видать, сорняки какие-то. Я их выбросил потом. И вот я, знаешь, заметил, не знаю, вот это надо тренироваться. Но вот когда она говорила, я запомнил ее выражение лица. Какое. Какое-то характерное. Не знаю, как это так описать. Ну, просто вот. Чрезмерно, ну, как-то чрезмерно спокойно, да? Я вообще не знаю. Вот эти мошенники, кстати, они, знаешь, они чрезмерно спокойные. Вот, кстати, мошенника можно или какого-то, ну, подозрительное лицо можно определить. Вот если он, ну, чрезмерно спокойный. Вот нормальный человек, он, если ему там... Я вот помню в московском вокзале в 2014-м или в каком-то, да, полиции, ну, охранникам сказал, что там человек неадекватный. Для меня такая была, ну, и он вел себя как-то, он какой-то был, ну, под наркотиками, в общем. И я им сказал, и они подошли и даже, ну, не стали ничего делать. Я просто сказал, вот этот человек неадекватный. И он, главное, ноль внимания на это. То есть, нормальный человек, он бы обернулся хотя бы, да? А вот этот ноль внимания. И вот я еще до этого сталкивался, когда из Петербурга в Москву ехал, там одного, короче, преступника пытались, ну, задержали, в общем, и всех проверяли. И он там сидел как бы, ну, в клетке, короче, временной. И он чрезмерно так спокойно и на позитиве вот так вот вел себя не так вот, как нормальный человек, он бы, если бы его так посадили, он бы, ну, был бы грустным или, там, чувствовал бы себя дискомфортно, да? А вот этот, короче, наоборот, там, типа, заигрывал, там, как-то. А он, может быть, в начале, когда его только поймали? Да нет, его не могли так долго держать. Он это, он, может быть, нервничал. Я не знаю, я бы там не стал... Все планы его нарушились. А потом он уже понял, что его уже поймали, что он уже изменить ничего не может. И он уже успокоился, уже все. Ну, нормальный человек, он бы не стал успокаиваться, он бы не стал, там, с полицейскими, там, заигрывать. Короче, и вот я вот сталкивался, вот, и они реально вот чрезмерно, вот если какой-то человек, да, вот если будет подозрение, и вы увидите, что человек какой-то в тревоге, да, там, как-то беспокоится, а второй человек, там, вроде чрезмерно спокойный, даже, там, на позитиве, как-то с юморком, то это, как правило, вот думает, что человек, который беспокоится, он, да, какой-то виноватый. А на самом деле всегда все наоборот, то есть, потому что вот эти мошенники всякие, они, у них вот уже профессионально вот это спокойствие выработано и нереагирование, то есть они, там, чрезмерно ненормальное, неадекватное спокойствие, то есть такое. Потому что они уже заранее знают это вот. И что там, ну, на чем остановился-то? А, ты говорил, что у него какое-то выражение лица было, да? Да, такое, знаешь, и еще я вот это выражение лица запомнил, какое-то, но я не могу описать его, описать их комплекс всяких, мимик там и прочего, вот, всего. А, наверное, наверное, слишком активно, как-то там. И вспомнил я вот точно такое же выражение лица было. Однажды мы где-то сидели там в компании, а там за соседним столом, там бухали какая-то компания. И ко мне баба подходит и говорит, а вот тут вот, там, за тем столом, на тебя говорил, что ты там, ты это, ну, мудак там, прочее, ну, короче, что он об тебе плохо обзывался. Я такой подумал, я и говорю, да как он мог говорить, он меня вообще не знает, он меня никогда не видел. Говорю, такого не может быть. Как он тут ни с того ни с сего? Ну, и она что-то ушла. Потом смотрю, она подходит еще к кому-то, что-то ему говорит. Потом к тому чуваку подходит, про которого мне говорила. Что-то говорит. И тот ко мне идет и говорит, говорит, вот, говорят, что ты там что-то на меня, обо мне плохо говорил. Я говорю, а я понял, что это она, она ко мне подошла, на него сказала, а ему на меня сказала. Может, она манипулятор же такая, ей нравится там власть. Я такой ему говорю, слушай, говорю, я вообще тебя не видел, вообще не говорил ничего такого. Ну, и он, короче, ушел. А потом через некоторое время смотрю на улице возле входа, драка идет, говорит. Короче, эта баба все-таки страдила одних с другими. И там одна компания начала драться с другими. Не знаю, для чего она это делала. Это, видать, ей прикол или что такое для нее развлечение. Что, у нее было какое-то выражение лица еще? И вот, когда она это говорила, что она вот пиздит, врет, у нее было какое-то такое характерное вложение лица. И вот точно такое же, я потом вспомнил у этих, которые сказали про саженцы эти, наебали. У них такое же было. Но... А ну какое, больше в сторону депрессии или наоборот? Да я даже не знаю, какое. Хорошо бы вот так вот запомнить, понять это все. И в следующий раз, когда кто-то так же будет что-то замышлять, что знаешь, смотришь на него, а у него такое же выражение лица, ты будешь понимать. Как ты ей ответил, что я тебя вообще не видел, я тебя вообще не видел, ничего не говорил? Ну, представляешь, подходит какой-то, говорит, вот мне сказали, что ты на меня наезжал, что-то говорил про меня какую-то хуйню. Я говорю, как ты че? Я тебя вообще первый раз вижу. Говорю, я про тебя вообще ничего не мог, говорит. Успокоил его, и он ушел. А ты, то есть... Я понял, что... Это... А я ему и сказал, говорю, она так же, говорю, ко мне подходила, говорю. И про тебя говорил. Говорю, вот эта баба, говорю, ходила. Потом говорю... А ты как, вот, только после того, как он подошел, понял, что она стравливает? Да, да, понял. А я вот это, я бы сразу понял, наверное, еще до того, как... Нет, а просто она там ходила, к одним подходила, к другим, а что она там говорит, я не знаю. А только после того, как он ко мне подошел, я уже понял. Почему она вот именно к тебе подошла? Она же должна была... Не только ко мне. ...выбирать самых таких бычковатых. Она ко всем подходила. Ко всем? Да, я же говорю, люди... Главное, вот ей ничего не сделали, да? Да. Они вообще просто с этой стороны смотрели, для них это развлечение было. А это была жена, короче, нашего, ну так, знакомого, ну, друга, можно сказать. Жена друга была, которая этой херней занималась. Очень странная вещь. Но... А потом... Это очень некрасиво вообще. Потом... ...дело. Как-то прошло какое-то время, ну, несколько лет, они там что-то поссорились, они, короче, развелись, или что-то так... Она всех на него стравила. Короче, она от него... она что-то... типа... от него ушла, или что-то такое, а он, типа, там говорил, я тебя люблю, они там что-то со школы еще дружили, такая херня была. Да. Вот. Он говорит, я, типа, жить без тебя не буду, такую херню нес, и повесился. Повесился? Повесился. Так как, она на него там стравливала вообще мужиков? Нет. Она только на других стравливала? Просто это совсем разные случаи. Просто они, типа, развелись, ну, развелся, ну, и хрен с ним. А тем более, она к тому времени, когда они развелись, она уже такая стала немножко полная такая, ну, не скажешь, что жрюга, но уже, как бы, ты говоришь, хрюшка такая, начинающая. Ну, не, ну, понимаешь, просто человек привыкает, как бы эмоциональная привязанность. А он, типа, там, знаешь, они, они же как... Они там со школы, с какого-то класса вообще, седьмого, или там с какого-то, с восьмого класса. Видишь, просто они уже давно были вместе, и привык, привык он к ней там очень сильно. Да и хрен с ней. Как говорится, избавился от целлюлита, блядь, и живи дальше, блядь. Правильно же, блядь. И радуйся жизни. А он, не, ну, как, ну, просто, ну, представь, ты дружил с кем-то, а потом раз... Подожди, а она сама захотела от него уйти? Да. А. Ну, ну, получается, это, как бы лучник, да, или что называется? Да херня какая-то. Уже месяца. Причем, знаешь, такой, вообще такой, первый парень, блядь, на деревне, блядь. Такой, юморной он всегда, блядь, шутил, всегда о них кто-то рассказывал, все, блядь. Душа компании, блядь, в центре компании всегда был, потому что он, вообще такой, ну, первый парень, мачо, блядь. А, вы же, сколько ей лет было, когда она стравливала, там, толпу на толпу, там, мужиков? Ну, я не знаю. Ну, может, она молодая была, ей, блядь, там, блядь. Ну, да, ей просто, ну, нечем было заняться, видимо. Не, ну, это ж надо. Я вот в первый раз про такое слышу, что женщина так... А ты еще вот книжки всякие покупал про как распознать манипуляцию, да, там, что-то такое. Ну, там, видишь, там нарисовано вот эти движения глаз, всякие были, когда человек делает, там, короче, движением глаз вверх, налево, там, или вверх, направо, или вбок, или вниз, там, короче, и они все соответствуют определенным этим. Это надо же как бы изучать и тренироваться, убивать. То есть, этим надо заниматься. Не знаю, обычно вот, когда человеку в глаза кто-то смотрит, то он, ну, ему дискомфортно немножко становится, он может начать, там, глазами, там. А вот заседчивый человек, он вообще просто при любом, там, когда правду говорит, он тоже волнуется, понимаешь? Вот у меня было такое, что, там, некоторые, наверное, думали, что я, там, что-то обманываю, хотя я просто, ну, я просто с незнакомыми людьми мне, ну, это интровертность называется, ты как бы волнуешься, как бы просто, или даже, когда ты сам, сам что-нибудь говоришь, вот можешь, даже если перед зеркалом будешь говорить, все равно будешь волноваться, и они будут, ну, может казаться, что этот человек обманут, хотя на самом деле, это просто тип, тип характер такой, как-то тип. У меня тут грешники штрафовали за пешеходов, что их не просят. А тут же нету пешеходного перехода. Вот, есть, ну, тут же не нарисован на... Знак стоит. Ну, а она на... А что его рисовать, если снегом сверху засыпать, не будет. Летом, может быть, и был нарисован. А тут постоянно автомобиль ездит. Стерся. А помнишь, мы сюда приехали, чтобы погрузить, а там нас дополнули. Да, помнишь, вот сюда мы приехали. Да. Это улица 26 Ботинских комиссаров. Там хоть бань, телефон, где обманываешь, чтобы они снова не позвонили. Да, я его отметил, как мудила списка. У меня, правда, сейчас, я уже запутался, какой из них, стоил, у меня мудила, халява, пенсионер, жулик. Жулик? Жулик, потом. Так ты можешь, там, скользкий или склипкий. Скользкий. Ты можешь, там, мудила 2, мудила 10, там. Ну, так. Скользкий, хлипкий. Главное, здесь, в провинции, или, так, в Красноярске, это, может сказать, в какой-то степени тоже провинция. Тут автомобили встречаются вот такие ретроавтомобили, там, которые уже очень устарели. Каких в Москве, там, наверное, даже не встречается. Здесь их раз в 10 больше. Так сейчас уже загули стали, уже как при этом. Не, они не редкие, они, наоборот, здесь частые. А в Москве их нет, по-моему, уже, практически. Но архитектура домов здесь такая же, как в Москве. Такая архитектура, угнетающая психику людей. не нравится архитектура. В деревне все время. Не, ну в деревне там... Там одноэтажные дома. там, ну я же как художник, а в деревне там нечего художнику делать. Там не порисуешь, ничего холода. так и вся страна вот в такой архитектуре. Я, если рисую, то я открываю репродукции классических русских художников конца 19 века или 18 века, обращаюсь к классической русской живописи и рисую. Как? Чтобы вдохновиться. Они-то тоже ужасались архитектурой. тогда тоже многое рассеяние. Ну, не с труд, конечно, так сейчас. Тогда даже, тогда даже лучше. А в этих поездах ты сталкивался с мошенниками? Поезд на Краснодарск, Москва. Так, в поездах по-моему не сталкивался. А там, видишь, там же еще милиция ходит в поезде. Там даже меня милиция проверяла. Я их засунул в потайной карман в трусы. И вытаскивал при них оттуда пакетик целлофановый, разворачивал, отдавал, вставляющего за подло убрать из трусов. Они смеялись? Нет, они не смеялись. Я просто съел в купе, они так проходили, там дверца была приоткрыта. Они такие раз, остановились, говорят, а можно ваши документы? Не, а как они по документам что ли определят мошенника или нет? Нет, просто проверяли документы и все. Так они ничего не делают, если там мошенники были, они вам ничего не сделали. Я помню, что-то в 2000-х там карточные игры были какие-то, ну, на деньги распространены. Да, есть которые. Вообще правило такое существует для поезда с незнакомыми людьми не заводить в поезде никаких незнакомых ничего. Это самое главное правило. Как правило, эти мошенники, они упекают нормального человека в том, что он не заводит с ними знакомств. Правильно, а как же они будут тебя наебывать, если ты не будешь с ними в карты играть не будешь с ними, глухать не станешь. вот, и человеку тяжело, психологически. Просто лежишь, я вот в поезде, когда ездил, я брал с собой книжку или в окошко сидел, смотрел полдороги, потом надоест книжку почитаешь, потом снова в окошко посмотрел, еду себе, любуешься, пейзажи, потом надоело, лег, почитал книжку, потом снова, а некоторые там сидят тут же, говорит, да, скучно ехать три дня, надо чем-то да давайте дохнем там, да еще что-нибудь, да садись, давай чаю выпьем, да на возьми, я тебе кофе, сейчас тебе обещаю, бывает навязчивый. А они могут подсыпать что-нибудь в кофе? Ну могут, да, а мне ничего не могли подсыпать, у меня все с собой было, я даже стакан не брал в проводниках. А я помню, взял стакан у проводника, она мне пыталась за деньги его подсунуть, а там оказалось не мытый стакан. Нет, они бесплатно должны давать. Бесплатно? Бесплатно должны, она мне пыталась за деньги его подсунуть, и там оказался стакан не мытый после предыдущего какого-то, и там герпес какой-то я подхватил, помню. Ну а ты стакан... Я его мыл кипятком и все равно... Так я мыл его кипятком и все равно... А ты же вообще это не пьешь ни кофе, ничего уже много лет. Ни жареного ничего не ешь, соль не ешь, сахар, консервированного ничего. Такая архитектура, как в тюрьмах каких-то там, из американских фильмов там, в тюрьме про это. Про тюрьмы там, такая же архитектура примерно. Депрессивные. Да, я подъехал здесь сзади. Ну, по-моему, здесь где-то пули здесь, это... и краску еще попала. Для... для домика. он сейчас подойдет? Ну, а что за пищит, то и не сбрасывается. Что здесь подъедет? Она, это вернее она. здесь... Здесь, тут подъем, да. Здесь, да. Здесь, здесь... Все сейчас, да? Да сейчас, да, они должны выйти.